Устройство выполнено в небольшом корпусе из пластика и устанавливается в горизонтальном положении при помощи небольших резиновых ножек. Качество сборки и используемых материалов претензий не возникает. Передняя панель имеет один тонный глянцевый вид. В центре расположен небольшой дисплей, где отображается режим работы. По бокам можно увидеть несколько кнопок, которые служат для включения устройства, перемещения по меню и выбора нужных пунктов. На включенном состоянии кнопка Power подсвечивается синим цветом, а синяя подсветка группы клавиш правой части загорается автоматически при нажатии на любую из кнопок. Кроме этого предусмотрена декоративная светящаяся полоска в нижней части передней панели. Основные разъемы расположены на задней панели. Как мы уже успели отметить, подключение к компьютеру производится по USB или E-SATA. Для локальной сети предназначен разъем RJ45, рядом с которым разместились два хост-порта USB. Сигнал на телевизор подается посредством HDMI, S-Video, компонентного или композитного выхода. Аудиовыход реализован как в классическом варианте аналогового стерео, так и с использованием оптики или коаксиального соединения. Здесь же находится прорезь для замка Кенсингтона и небольшой вентилятор системы охлаждения. Жесткий диск монтируется достаточно легко, можно сказать элементарно. Для этого необходимо открыть небольшое окошко на одной из боковых панелей, достать специальные салазки, вставить в них винчестер и только потом поместить всю конструкцию внутрь устройства. Основная электроника распаяна на большое платье, которое по размерам сопоставима с площадью нижней панели медиаплеера. В качестве центрального процессора использован стандартный чип Sigma Designs SMP8635, поверх которого наклеен алюминиевый радиатор. В качестве HDMI-трансмиттера используется чип Silicon Image SIL9134CTU, поддерживающий версию интерфейса 1.3. Работа с дисками SATA и внешние интерфейсы реализована при помощи микросхем Jmicron GM20330 и JMB352. Кроме этого на платье можно увидеть целую россыпь чипов АЗУ и энергонезависимой памяти. К монтажу вопросов не возникает, наоборот, все сделано показательно качественно. Пайки аккуратные, провода надежно закреплены, а сама плата находится в качественном экране, который способствует стабильной работе даже вблизи различных излучающих устройств.